Всем доброго времени суток! С вами Татьяна из Норвегии и сегодняшнее видео посвящается косметичке на март 2023 года. Видео, я так думаю, будет длинное, поэтому запасайтесь чем-нибудь вкусненьким, чтобы посмотреть вкусненькое. Итак, первое, что я вам хочу показать, это праймер бренд Fix Rouge и праймеры я меняю каждый месяц, поэтому у меня такой своеобразный круговорот происходит вообще не только в праймерах, но и в косметике, потому что мне всем хочется пользоваться, надоедает очень быстро одно и то же, поэтому и стараюсь все менять. Следующее, это тональный крем, шикарный крем от Lancome Taint Idol Ultra Wear. Вот действительно, отдадите деньги за него и не пожалеете. У меня оттеночек, сейчас я вам покажу, вот он, наверное, оттенок 01. Наверное, да. Что-то я тут смотрю, что-то тут нужно его взболтать. Кстати, никогда даже не читала, что здесь написано. Ну, короче, 01 оттеночек этого крема, если я не ошибаюсь. Даже как-то не присматривалась, но мне, знаете, замечания делают те, кто смотрит мое видео. Почему вы, говорит, не показываете там номера? Да, ну, я вроде как показываю, вот, например, этот праймер тоже взять, вот, если... Есть у него тут какое-то название, я даже не знаю. Вернее, не название, а название вот этого оттенка. Но тут оттенка, собственно говоря, то и нету. Вот, поэтому, ну, если в чем-то забуду показать оттенок, не обессудьте, потому что много косметики, и так получается, что, может быть, что-то и не попадает в кадр. Следующая это палетка от Bella Pierre. Это корректоры. Я не могу без корректоров убрать какую-то красноту на подбородке или в носогубных складках. Палетка хорошая такая. Сейчас я ее открою. Вот так вот выглядит. Четыре. Ой, вернее, не четыре, три оттеночка. Ой, как бы не разбить. Как бы не разбить. Потому что, знаете, мне эта палетка приходила в Лук Фантастик коробочки. И что я вам хочу сказать. Эта палетка, она по дороге разбилась. Ну, она не разбилась, а вот эти вот вылетели рефильчики. Поэтому, может быть, кидали эту коробку. Поэтому я их так там прикрепила. И, ну, если они отлетят, то надо будет опять на клей сажать. Следующая это пудра для лица от бренда Lamelle. Оттенок, если увидите, то увидите. Вот он, 401 Light Natural. Хорошая пудра. Мне она очень нравится. Здесь пуховочка есть, зеркальце есть. В общем, очень-очень хорошее даже, хороший продукт. Так, следующее это... А все, переходим с вами уже к средствам, которые будут способствовать, так сказать, свечению лица. И, ну, прежде чем я покажу вам подсвечивающее средство, а это хайлайтеры, давайте покажу вам румяшки сначала. Потому что я сначала наношу румяна, а потом уже хайлайтеры. Первая палетка от румян. Вот такая вот однушка от L'Oreal. Оттенок 105-й, пастельная роза. Очень хорошая вот эта вот серия. Удачная очень у L'Oreal. Нежный, хороший оттенок. Красивый такой. И отлично еще смотрится на моем лице, которое не загорело. Вот, когда уже лицо загорит, то вот этот оттенок, он уже будет как-то смотреться неподходяще. А сейчас вот все нормально. Затем румяшки, которые я, ну, вот, может быть, несколько месяцев назад вам показывала. Может быть, месяца два вот эти румяшки от Viva Ladiva косметик. В общем, они очень-очень... Вот чем они мне не нравятся? Здесь два этажика. И мне они не нравятся, что они, ну, вот прям вот какие-то никакущие. Я даже помню вам, вот этот ролик снимала. И, ну, тоже вот, видите, вообще никакущие. Но они очень деликатно смотрятся на лице. Хорошо так вот. Дневной макияж, видите, вот нанесла вообще ничего. А вот если шарик взять, я иной раз, когда они не работают, вот беру шарик и вот так вот наношу. Вот тогда получается. Я не знаю, что это за такое качество, но... И вроде бы, знаете, качество-то и неплохое у них. Красиво они смотрятся на лице, но вот почему-то они не набираются. Какая-то такая текстура у них своеобразная. Так, следующее. Следующее это румяшки от Шанель. Вот эта вот штучка классная. Так, это оттенок 71 Малис. Это единственное, что есть у меня из декоративной косметики от Шанель. Вот, есть у меня туалетная вода и вот одни единственные румяшки. Почему нету чего-то еще? Потому что, ну вот, и хочется что-то прикупить, а не знаю. А не знаю, что. Потому что Шанель, они такие консерваторы. Видите, какая классная такая пошла растушевка. Вот этих вот румяшек очень хорошие. Консерваторы, они такие, они редко меняют что-то у себя. Я имею в виду, редко меняют продукцию. Поэтому, ну, чего-то хочется интересного. А у них вот заходишь, смотришь, продукты одни и те же, одни и те же. Вот как-то, ну, я как-нибудь, как-нибудь разорюсь и что-то куплю. Следующая, следующая это палетка от Bytery. Четверка CC палетка Beach Bomb. Вот четыре оттеночка. Они не только очень красивые, но они еще очень-очень хорошо пахнут. Действительно такой нежной розочкой. Мне они очень нравятся, эти румяшки. Они, кстати, стоят тоже примерно в тех же ценовых ракурсах, как и палетка от Шанель. Четыре оттеночка. Очень такие нежные, красивые. Так, к тому, что косметика Bytery, она тоже очень небюджетная, скажем так. Не скажу, что вот очень дорогая какая-то, но небюджетная, скажем так. Так, следующая палетка уже бюджетная из румяшек. Революшн. И я постепенно уже перехожу к хайлайтерам, потому что у меня здесь пойдут сейчас и румяна-хайлайтеры и хайлайтеры. Ну вот два первых оттенка. Вот они, это самые настоящие два хайлайтера. Ну а вот остальные пошли уже румяна. Так, вот показываю вам и вспомнила, что не показала номер палетки. Сейчас покажу. Очень хорошие румяшки. Ну, уже весна, поэтому хочется чего-то такого яркого. Но не коричневого. Не такого чего-то карамельного, а вот действительно что-то такого нежно-розового на лице. Всё расцветает, распускается. И поэтому хочется вот такой вот яркости какой-то на лице. Так, вот оттеночки этой палетки. И палетка под названием Sugar Spice. Сахар и специи. Сахарок это, наверное, они к хайлайтерам больше относят, а специи это уже румяшки. Ну и румяна-хайлайтеры. Это палеточка от Dior. Это Dior Backstage. И это 001 оттенок Universal. Здесь 4 оттенка. И, ну, для меня это румяна-хайлайтеры. Хотя, вот это вот первый оттенок. Видите, какой красивый самый настоящий хайлайтер. Второй тоже такой хайлайтер. Ну, а вот это уже можно, в принципе, здесь, если два нанесёшь, то тут уже, вот эти последние, я имею в виду, тут уже румяна как бы и не очень нужны будут. А вот так вот они смотрятся. Следующие. Не получается. Хотела так, чтобы поддержала эта палеточка одну-другую, но не очень хорошо получилось. Так, следующее это палетка от Catrice Arctic Glow. И это Юпитер. У них, наверное, Юпитер с Glow. У них, наверное, было, ну, у Catrice несколько оттенков из этой серии. Вот такой красивый оттенок, бесконечный просто. Вот это вот. Ой, какой он красивый. Ну, он бесконечный, конечно. Тут большой такой объём у этой палетки. Следующая, последняя палетка для лица. Это палетка от Catrice. И здесь такие кремовые румяна. Ой, румяна. Хайлайтер. Я хочу взять эту палетку на следующий год в Project Pen. Почему? Потому что боюсь, что как бы она не пересохла. Ну, 10-й оттенок Glow & Go. А там, кто его знает. Может быть, и не пересохнет. Сейчас вот обыкновенная такая текстура нормальная у этих хайлайтеров. Но вот почему-то мне всегда, я как-то с настороженностью отношусь к таким хайлайтерам. Да и вообще к продуктам таким. Потому что они, согласитесь, могут пересохнуть. Поэтому... Ну, или как-то изменить свои свойства. Поэтому надо с ними работать по-быстрому. Ну, и вот тоже ещё такой хайлайтер. Я очень люблю хайлайтеры. Румяна, хайлайтеры, тени. Это вот моё всё. Давайте я, наверное, вот эту вот красоту всю сотру. И мы с вами перейдём к глазам. Я вам покажу сейчас палетки теней. И их будет, ну, достаточно много. Я бы, конечно, могла тоже снимать косметички и на, там, например, первую декаду, вторую декаду месяца. Или вообще каждую неделю. Но... Но, да, это, конечно, время здесь определённое нужно на это тратить. Которого нет. Ну, и плюс, как бы, я не имею... Ну, не имею в виду, что надо... Ну, так вот уж подробно показывать каждую неделю, например, вот, чем я пользуюсь. Ну, как бы не считаю нужным это. Ну, наношу я тени на вот такую вот базу. Мне нравится, как она расходуется. Она уже у меня второй год в использовании. База под тени от Ян Мишель. Это наш здесь норвежский бренд. Ой, Ян Томас, что я говорю. Говорю, Ян Мишель. Ян Томас. Пришла с работы. Уже язык заплетается. Думаю, дай-ка я сниму косметичку, отдохну чуть-чуть. Видите, как она хорошо расходуется. Я её, конечно, не пальцем набираю, а специальной лопаткой. Для косметики. Так, ну и давайте приступаем к просмотру красоты. Вот даже не знаю, с чего начать. Давайте начну с вот такой вот палетки. Она у меня очень давно. Уже как бы не 10 лет. Итак, палетка от Ивроше. Когда-то у них была лимитка у Ивроше. Здесь два карандашика. Схемка нанесения теней. И здесь 4 оттеночка. Они просто бесконечные. Уж поверьте мне, я очень часто красилась этой палеткой. Но она просто бесконечная. Тени здесь очень плотные. Вообще у Ивроше тени очень плотные и просто нескончаемые. Поэтому если вы хотите, не хотите, вернее, иметь большое количество косметики в своём арсенале, а вот хотите именно чего-то, как вам сказать, чего-то такого интересного и надолго, то обращайте внимание на лимитки от Ивроше. Уж поверьте мне, они надолго и они очень-очень интересные. Именно лимитки. Вот то, что у них там на постоянной основе продаётся, то, конечно, немножечко не то. А вот лимиточки, да, они у них интересные. Следующая палетка, это палетка от Ивсен Лоран. Нисколько не жалею, что когда-то приобрела её по большой скидке. Это лимитированная серия. Ой, если я сейчас так вот не буду вам показывать. Давайте, наверное, вот так приближу. Значит, тут у меня отзеркалит всё. Может быть, вот такая вот разновидность, потому что эти палетки выходили... Они, да, лимитированы, но они выходили в нескольких оттенках. Ну, то, что у нас продавали здесь в Норвегии с большой-большой скидкой, это была вот эта палетка. Вот первые четыре оттенка. Она рождественская, она зимняя такая. Я, например, как бы и не очень себя вижу с этой палеткой летом. Хотя вот этот вот жёлтый нанесла оттеночек цыплячий. А почему бы и нет? А почему бы не воспользоваться ею, например, летом? В летнее время может быть и хорошо будет смотреться. Но вот почему-то она мне напоминает Рождество. Рефилы здесь очень объёмные. И палетка, сами понимаете, бесконечная. Ещё четыре оттеночка. Ну, у меня такая основная цель вообще иметь такое количество косметики. Это даже не то, чтобы хобби, это какая-то вот разгрузка какая-то. Уход от проблем, уход от каких-то повседневных забот. Ну, вот. Я бы не сказала, что это хобби. Для меня хобби – это что-то другое. Вот я, например, люблю шить или выращивать растения. Вот это хобби для меня. А это так вот, как бы отдохнуть, расслабиться. Вот. Очень красивые такие оттеночки. И сияшки здесь, и... Ну, в общем, очень такие разнообразные. Разнообразная палитра. Так, следующее. Давайте я, наверное, салфеточку новую возьму, и мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами опять с палитки Dior. Dior Backstage. Вот она, она, красота. И это оттенок 001 Universal Neutral. Здесь, что здесь есть? Здесь, помимо тени, здесь есть праймер, про который я все время забываю. Нанесу основу под тени, и все время забываю, что и праймером-то тоже можно как бы делать основу. И здесь имеется еще гель для того, чтобы создать, ну, например, линию какую-то, подводку глаза, вот, например, с этим вот темным оттенком. Давайте я вам такие основные покажу. Это шикарная просто палетка. Она просто божественное. Качество отменное. Она очень красиво смотрится на глазах. Не капризная, никакая. Просто вот оттенки так красиво передаются, так все хорошо смотрится. и тут, видите, даже глиттер есть. Сейчас даже вот как-то интересно стало. Топ-код золотой. Так, и... Ну, я им особо не пользуюсь, ну, так вот. Иногда под вечер, так сказать. Хотя он мне очень нравится здесь. вот они. Красота. Это такая базовая палетка универсальная, которую я вам тоже всем абсолютно рекомендую. Если они есть еще в продаже. Правда, знаете, здесь вот, ну, что плохого в этой палетке, то, что она ну, и у первой палеточки, и у второй здесь качество самой вот фурнитуры, оно оставляет желать лучшего. А в остальном просто вообще шикарные две палетки. Следующая палетка, это палетка от Physician Formula. Я вот сейчас пока готовила, готовилась к видео. Вот так вот ее перевернула. Боже ты мой! И здесь и здесь схемы растушевки теней, нанесения теней. Кстати, об этом и не знала. Поэтому завтра буду пользоваться вот этими вот схемами. Хотя она у меня любимица в этом месяце. Она мне очень-очень нравится. Здесь тоже такой слегка-слегка такой приглушенный аромат роз. Ну, у многих эту палетку я видела у блогеров. Сейчас нанесу. Она в продаже есть, эта палеточка. Поэтому, если захотите приобрести, я вам могу только порекомендовать эту палеточку. Ну, вот что касается здесь вот этих вот шиммер, шиммерных оттенков, не буду их вам показывать. Они очень капризные. Их нужно обязательно на какую-то базу наносить. Потому что, ну, очень капризничие. Или пальцем просто накрасишься и пальцем тык-пык я пробовала, и тогда все нормально. Так они, если какой-то кисточкой их наносить, они очень-очень капризные, ребята. последнее это вот этот вот оттеночек. Такой какой-то очень плотный. Вся палитра, видите, какая получается очень красивая в этом месяце. Как, впрочем, и во всех остальных месяцах. Давайте эту красоту положим здесь. Следующее это тоже очень-очень классная палетка от Catrice. Мне, кстати, вот в этой серии у Catrice нравится именно вот эта палетка. У меня их несколько, но вот это любимица из тех, которые у меня есть. 0,10 оттенок Call it what you want. Тоже здесь ну, можно сказать похожие оттенки. похожие, да не похожие совсем. Здесь такие, да не такие, если так выразиться игриво. Вот они, четыре первые оттенка. Тоже ее очень люблю, эту палеточку. Вот здесь вот, если сравнивать, ну, да, конечно, Yves Saint Laurent здесь на первом месте стоит, но вот если я сравню с палеткой от Physician Formula, то вот это намного круче палетка. Здесь больше такая, ну, что ли, яркость, качество получше. Как хотите, так и называйте. Есть здесь скульптор и такой выбеливающий оттенок. как знаете, вот по маслу. Если, например, Physician Formula там нужно приложить какие-то манипуляции, то здесь нет. Но по стойкости Physician Formula намного лучше держится, чем вот тени вот этой вот палетки. Ой, вот этот какой яркий. Ну вот. Так, 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 давайте размещать здесь все. Следующее, следующее это опять палетки. И тут у меня давайте вот еще одну красоту покажу. Это палетка от Givenchy. Так, здесь оттеночек. Если увидите, то увидите. Девяточка теней здесь. Ой, вот не хотела себя показывать, но вы меня увидели. Поэтому всех приветствую. Увидели и увидели. Так, некоторые, знаете, блогеры. Ой, я там в кадре появилась. И быстрее. Быстрее, значит, что делают. Или перезаписывают, или еще что-то, вырезают как-то. Ну, а что тут такого? Ну, может быть, кто-то, знаете, себя не любит в кадре показывать. Ой, смотрите, какая красота. Весенняя, кстати, еще в этом месяце ею не красилась. Некоторые, почему-то, знаете, вот некоторые блогеры, я вижу только у них руки, пальцы. Не знаю, почему не показывают себя. как-то, знаете, раньше, ну, я смотрела таких блогеров, потом, ну, вот у меня теряется, например, интерес, если я вижу только одни руки. Мне хочется видеть личность. Вот, например, не знаю, говорить или не говорить, есть такой блогер Жанна Сани Бьюти. Если слышишь меня, Жанна, привет. Ну, мне очень хочется ее увидеть вживую. Вот, вот, вот как, я не знаю, можно, ну, иметь какой-то интерес к блогеру, если она себя не показывает, если у нее только ручки одни в экране. Я ничего плохого не имею против этого блогера, я ее иногда смотрю. Это как пример, Жанночка, если смотришь меня, это как пример золотца. Вот, я уверена, что все бьюти-блогеры, они хорошо выглядят, но вот почему-то не хотят себя показывать, ну, это уж, как говорится, дело житейское. Вот, еще один оттеночек. Поэтому, поэтому так вот, а я вот еще раз вам хочу себя показать. Вот она, я красивая такая пришла с работы. Так, следующее, следующее, следующее. такое небольшое отступление лирическое было у нас с вами. Следующая палетка, эта палетка тоже мне очень нравится, эта палетка от Revolution, очень такая объемная, чего здесь только нет в этой палетке. Не знаю, есть тут название, 24 Carat Gold. Вот она, красота такая, не поворачиваю, потому что сейчас опять вся засияю, ой, здесь вот база начала, она палец, так сказать, занесла, потом вспомнила, что это база. Девочки, я вам глиттеры показывать не буду, покажу только оттеночки. Четыре первых. Тоже очень хорошая палетка, но что я вам хочу сказать, эта палетка, ну, здесь много, во-первых, таких, ну, для меня неносибельных теней. Это прежде всего вот глиттеры, вот тут вот еще сияшки такие, очень, такие, не на каждый день. Ну, вот, например, вот это 24 Carat, он так сияет, уж поверите мне, что просто как начищенный какой-то таз какой-то или что-то такое, знаете, посуда какая-то начищенная, просто вообще такая сияха. Вот, но иногда пользуюсь ею. Это действительно 24 Carat, и если вам 24 Carat нравится, то покупайте вот эту палетку. Я имею в виду, если вам нравится сиять, блестеть, то это, конечно, палетка для вас. Так, я, наверное, немножечко сбилась. Раз, два, три, четыре, да, вот этот вот, сиреневый, очень красивый. Ну, а так вообще она хорошая палеточка. вообще Revolution тоже молодцы. Стараются выпускать как можно больше, давайте вот здесь перейду, как можно больше продукции разнообразной, и не дают нам бьюти-поклонникам заскучать, любителям что-то купить хорошее такое. Так, 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 так. Опять сбилась. Давайте вот эти вот три последних оттенка. Не помню, вот этот, по-моему, остановился. Вот здесь вот три оттеночка последних еще покажу. Это какой-то такой слегка оранжевый, тоже очень неплохой. Ну, в общем, вот такие 24 карата. 24 карата. Так. Поставим вот так. Вот она. Всегда как-то, знаете, хочется красиво расположить, а не получается. Ну, и по мелочевке, так сказать, из палеток. Эта палетка, быстро покажу, эта палетка от бренда Лароса. Как-то слышала, критиковали вот эту косметику Лароса, он дешевый и так далее. Она, между прочим, из Кореи. Да, правильно? Корея стоит. Очень, конечно, бюджетный бренд, но очень классный. Я бы с удовольствием что-то бы прикупила от Лароса, если бы была в России. Палетка на тот момент, когда я её покупала, она стоила чуть больше 150 рублей. Может быть, даже 150. Ну, она такая классная. Смотрите. Ой, такие насыщенные тона. Я как-то её, знаете, купила. Ещё одна у меня есть от Лароса. Накрасилась первый раз, и у меня что-то такое, знаете, чувство. Думаю, а что она так дёшево стоит? Она же ведь такая красивая. Думаю, может быть, качество плохое, как обычно настороженно относишься к косметике, которая произведена в Китаю. Ну, вот, или в каких-то азиатских странах, но палетка очень хорошая. Я всё ждала, что глаза зачешутся или ещё что-то. Нет, всё нормально было. Там ещё одиночек. По-моему, по-моему, все показала. из представленных оттенков. Но палетка хорошего качества, поэтому вот сейчас у некоторых блогеров смотрю, что показывают вот эту Лоросу и тоже хочется, как говорится, если бы была, конечно, в России, я бы обязательно что-то прикупила. А показывают много чего. И румяна, у них и хайлайтеры. Ещё одна у меня палетка в использовании от Essence. Старая серия. Night Club на третий Dance Till Down. Ну, здесь уже, конечно, упаковка у нас приказала долго жить, но эта палетка мне очень нравится. С ней главное не переборщить, потому что Smokey Ice тут хороший очень получается, но главное не переборщить. Ещё раз повторюсь. Вот четыре оттенка первых. я беру наверное уже новую салфеточку. Так, так, так. Беру новую салфеточку и показываю вам четыре остальных оттенка, которые у нас относятся к разряду Smokey Ice. Хотя Smokey Ice можно сделать и другими оттенками. Например, сиреневым очень красиво получается. Переливы такие красивые. Конечно, уже этой палетки в продаже давно нет, но у Essence всегда выходит что-то новое, красивое и надеюсь нас весной скоро чем-то порадуют. Следующая палетка от Isadora оттенок 68 Lynx. Очень качественные тени у Isadora. Это шведский бренд. И четыре здесь оттеночка таких вот. Так, а куда же мне наносить? У меня чуть-чуть совсем осталось. Пришел муж, слышу, поэтому если он сейчас поприветствует меня, поприветствуем его вместе. Так, это Isadora и следующее последнее, вот насколько я вижу, это кругляш вот такой вот от Clinique. От Clinique. Но он понял, увидел, что дверь закрыта, значит я в процессе. Так, и это 01 оттенок ванила поп. Ну, это такая вспомогательная тенюшечка, которая у меня не очень давно появилась. честно говоря, вот это вот ромашка как-то и не хочется особо затирать. Шучу, конечно. Они очень плотные, эти тени, но это так вот, вспомогательное что-то. Оттенить что-то там, внести. Что следующее? Следующее это давайте по глазам, что я еще чем пользуюсь. Брови. Для бровей использую сейчас активно палетку от Vivienne Sabo, которая у меня в Project Penne. также использую вот такой вот воск от Lamelle. Он мне не нравится. Почему? Потому что тут, хоть не люблю вот это вот выражение танца с бубнами, но вот танцы с бубнами здесь самые натуральные и получаются. Что-то надо брызнуть сюда, потом кисточку занести, потом подождать надо, пока все это размягчится, потом кисточку нанести. И я бы, знаете, не сказала, что вот этот фиксирующий там гель, вот это мыло, оно как-то там сильно фиксирует. Нет. Намного лучше фиксирует вот этот вот продукт от Essence. вот он у меня сейчас, знаете, как-то сложно показать, вот он у меня лежал, поэтому не виден расход, но он приближается уже к половине. Вот это вот классный такой фиксирующий гель для бровей, поэтому тоже обратите внимание. Ну и для бровей заканчиваю вот такой тушь от L'Etoile. Так, и карандашик у меня для бровей от Max Factor. Туши все те же, а это безобразная тушь от я вот не помню в прошлой косметичке показывала или нет, по-моему, да, безобразная тушь от Rimmel. Она у меня будет в разочарованиях месяца. Просто вообще, знаете, ну расскажу о ней, что не так. Вроде бы как и ничего, но есть много своих минусов. И очень-очень классная тушь бесконечная от Lumine Nordic Chic. Давайте покажу вам кисточку. Вот она кисточка. Очень хорошая. Ну и последняя это помады, блески. Тут не так много продуктов. Первая палетка это палетка от L'Oreal Color Rich Palette нюдовая гамма, нюдовый оттенок. Я вам так покажу, потому что она у меня в Project Pen участвовала в позапрошлом году и я ее довольно-таки хорошо поизрасходовала. Так, следующее. Следующее это помада от Shiseido. оттеночек 208 ой, давайте я здесь буду наносить. 208 оттенок. Немножечко немой оттенок, но пользуюсь. Спросите, почему купила? Потому что живу в европейской стране и нужно не красными помадами пользоваться, а чем-то таким более приглушенным. Следующая помада это 75 оттенок от Maybelline. Если она у меня доживет до следующего года, я думаю, доживет, я ее не использую, я ее возьму в Project Pen. Очень красивый оттенок здесь розовый, приглушенный. Европейский, как я уже выразилась. Помада, которая мне очень нравится от Catrice. Так, вот такой вот One Gold First All на первый оттенок. Такой даже, знаете, с каким-то что-ли, под отливом каким-то таким золотистым. Ой, запах такой у нее шикарный. Красивая очень помада. Следующая помада от L'Oreal. Люблю вот эту серию резную. 109 оттенок Parshall Pretting. Тоже очень хорошая помадка. Запах тоже приятный, но она плохо держится. Плохо держится, поэтому... Ну, если, конечно, нравится постоянно обновлять помаду, то это вот как раз вариант для тех, кто, чтобы побыстрее израсходовалась помада. Следующая помада тоже от L'Oreal линейка Color Rich 378 оттенок. Такая вот приглушенная розочка здесь. Ну, тоже такое надо обязательно иметь. следующее это помада от Yves Saint L'Oreal девочки, девочки, девочки. 70 оттенок. Ну, у них какие-то такие странные названия оттенков. Тоже она такая бежевая. Ну, не бежевая, как это называется роза. увядшая роза. Оттенок увядшей розы. Очень термоядерная помада блеск, а так вот и не скажешь сразу от Estee Lauder. Если увидите оттенок, то увидите. Нет, бесполезно. Невозможно увидеть этот оттеночек. Ну, Envy. Что-то у Estee Lauder все Envy линейка. Она безобразно смотрится на губах. Ну, на моих губах, потому что то ли я перебарщиваю с ней, то ли еще что надо по чуть-чуть наносить, но мне как-то ой, тут какой-то оттенок. Ну, я вижу его 400, 401, по-моему, а вот камера почему-то не передает. Представляете? Ладно, не будем. Я увидела, что он 401, очень мелко написано. И еще одна последняя помада от Estee Lauder. Тоже Envy. Посмотрите, какие они хотят показываться. 420. Тоже вот похожий такой оттенок. Да нет, не похожий. Что-то мне показалось, что он похожий. Нет. Как-то нетипично для меня уже. Не хочу стирать с руки, потому что видите, палитра какая получается, но хочется быстро закончить. Так, и последнее, последнее это блеск. Если вот я взяла специально, чтобы, ну, вдруг вот как-то так вот накрасишь очень сильно, и чтобы как-то все это смягчить, я взяла блеск от Byterie. Вот такой вот он молочного цвета. Тоже не буду тут фиксироваться на оттенке. Вот он такой вот никакущий. Ну, это вот специально что-то смягчить, так сказать, краски. Или сюда вот внести. Видите, он как сразу все скрашивает. Запах потрясающий в косметике Byterie. Все. Вот такая вот косметичка. Карандаши в этот раз не показываю вам. Хочу небольшую ревизию сделать, отобрать какие-то новые карандаши в использовании и в следующем месяце уже покажу. Особо не критикуйте, потому что я еще раз повторюсь, я раз в месяц показываю свои косметички, поэтому вот такое богатство получается. Все. Будем с вами прощаться. До скорых встреч. Увидимся с вами очень скоро и всем пока.